Сейчас мы уже переходим к винам Вега Сесилия и немножко истории. Само хозяйство появилось в 1864 году и владелец, основатель этого хозяйства в то время привез очень много сортов из Франции. То есть это естественно и бордовские сорта, и бургундские сорта. То есть высадил различные сорта на этой земле. На данный момент Вега Сесилия это 90% тинта финна, и два оставшихся французских сорта это Каберне Савиньон и Мерло. Их посадки занимают в общей сложности 10%. Ну, мы в Рибера-дель-Дуэра, это холодное место, место с очень таким прохладным, умеренным климатом. Неделю назад, говорит Дон Пабло, у нас с утра было всего лишь 7 градусов тепла. А в середине июня были дни, когда температура утром была чуть выше нуля. Это Рибер-дель-Дуэра. В середине июня были очень вкусные, но мы можем иметь минус 15 градусов. И у меня проблема в середине и в середине, потому что много лет, в середине, в середине, в середине и в середине. Сочи такой прохладной зимой, конечно, она не такая суровая, как российская зима, но тем не менее, температура иногда падает до минус 15 градусов. Также очень большие риски заморозков, особенно весной, весенних заморозков, и также осенью могут случаться заморозки. Из жарких месяцев, ну то есть июль, наверное, такой самый жаркий месяц, в августе температура днем держится на достаточно высокое. Ну, то есть днем достаточно высокая температура, но ночью она очень значительно падает, то есть перепады между дневной и ночной температурами в августе очень заметны. А в сентябре, ну не каждый год, но в некоторые года бывают, случаются заморозки, и эти заморозки, то есть они могут даже случиться до сбора урожая. Почвы очень сложные, то есть почвенный состав здесь разнообразный, очень сложный. На своих виноградниках в Вега-Сицилия мы классифицировали порядка 90 различных видов почвы. Ну, естественно, в таком климате урожайность, она сама по себе, очень невысокая, потому что период вызревания винограда здесь достаточно короткий. То есть по стандартам ДО разрешенная урожайность составляет 7000 килограмм в гектарах. У нас фактически она как раз будет 3000 примерно килограмм в гектарах, то есть меньше. Врожай обычно происходит в начале октября, каждый участок, то есть более 40 различных участков, все они собираются и винифицируются, соответственно, раздельно. Если говорить о Вальгуэне, это, как правило, более молодые лозы, для производства Вальгуэна используются более молодые лозы, но тем не менее это правило, которое у нас принято в семье для любого из наших виноградников в Испании. То есть мы не используем лозы для производства ИНА, не используем лозы моложе 11 лет. И обычно еще до начала сбора урожая мы прекрасно знаем, мы определяем, какой участок будет, какой участок на наших виноградниках будет использоваться для производства Вальгуэны, а какой участок пойдет для того, чтобы из винограда с этого участка произвели уника. В Вальге, больше важно, в американских овок, практически 50% американских овок, 50% французской овкой. Для выдержки вин Виего Сицилия, конечно, большую роль играет американский дуб, примерно 50%, то есть половина вина выдерживается в бочках из американского дуба, но также используются большие, можно сказать, две огромные емкости объемом 20 тысяч литров, сделанные из французского дуба. Вольбуэна выдерживается примерно два с половиной года в дубе, то есть американский и французский, затем еще примерно столько же в бутылках перед тем, как попадает на рынок. И само название Вольбуэна Пятое означает, что исторически это вино попадало на рынок в последние 5 лет выдержки. В 2014 году, я думаю, это 10% Мерло, который мы используем в Вольбуэна. И осталось, что это Тинтофина. Это прекрасный вкус. Это очень-очень-очень вкус для Вольбуэна. Это вино, который вы можете брать в последние 30 лет. Вольбуэна 2014 это 90% Тинтофина и 10% Мерло. 2014 фантастический с точки зрения качества год урожая, то есть великий урожай. И этим вином можно наслаждаться еще очень-очень долго. Порядка... Порядка... Около 30... Ну, минимум 30 лет, скажем. Может быть, и здесь. Время. Ну, второй винт, который мы его производим, в Вега, здесь не будет. Вы拿ете... Приды? Да, пойдет. Да. у нас немножко порядок поменяется мы сейчас разольем уникали сервый специаль а уника 2005 года не шестого а пятого мы разольем позже и поскольку мы сейчас будем пробовать уника резервы специаль ну наверное может сказать что мы единственная винодельня в испании кто все еще производит вино в таком стиле то есть каждый год некую часть уника за несколько некоторое количество литров уника мы оставляем для того чтобы потом в будущем смешать их другими винтажами и сделать резервы специаль из-за резервы специальность мы тратим Резерва Especiale производилась с самого начала истории Вегаси с Ильей, мы продолжаем производить вино в этом стиле И когда мы смешиваем различные компоненты, то есть различные урожаи Идея состоит в том, чтобы сохранить именно этот стиль, который был присущ винам резервы Especiale с самого начала То есть это всегда вино максимально элегантное, утонченное, максимально элегантное вино И все эти винты, которые я смешиваю, были в 1952 И я пробовал, что я смешиваю в России В России есть 1 коллектор И здесь я смешиваю 110 винты в России Вино предназначено для выдержки, для очень-очень долгой выдержки Самое взрослое, самое старое вино, которое пробовал Дон Пабло Это уник резерва Especiale, выпущенная на рынок в 1952 году Он пробовал это вино в Бразилии И есть один очень такой страстный коллекционер вин Вегаси Цилия На этой дегустации было представлено 36 различных вин резервов Especiale То есть появившихся, выпущенных на рынок в разных годах А старейшая уника на этой дегустации была в 1915 году Но вот в 1952, говорит Дон Пабло, производил просто неизгладимое впечатление И в прекрасной форме Унико не производится каждый год Исторически, уникальные годы не производят один, два, три года Унико не производится унико Унико, потому что качество не производится Унико, само вино уника производится не каждый год То есть если виноград не достигает необходимого качества То унико не производится Как правило, один раз в 3-4 года мы можем произвести унико Ну если говорить о 90-х годах, то в 92-м, 93-м и 97-м унико не производилось В 2000-х годах, то есть условия были немного лучше Поэтому только в 2001 унико не производили И у нас после резервности сельгу и тунико по Медисе, пожалуйста, 2005 года Очень хороший год урожая Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!